Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро из Персидского залива. Персидский залив, очень красивое название. Да, Объединенные Арабские Эмираты. Все. Значит, видите, как интересно, как мир изменился. 60 лет был Израиль с ними в, можно сказать, состоянии войны. А сейчас Израиль с ними в мире. Насколько все меняется и насколько люди ведомые. Вот обратите внимание, да, в принципе, стране, людям все равно, что было, что сейчас, что раньше. Правитель сказал, значит, не дружим, значит, не дружим. Сейчас правитель сказал, дружим, значит, дружим. Все. И еврей, даже если человек был в Израиле, у него были проблемы потом заехать в Эмираты. А сейчас израильские паспорта, ходят люди просто по улицах в типах, в цицид. Значит, удивительно. И вообще всем все равно. Насколько все-таки управляют, управляют миром единицы правители, да? Почему так происходит, непонятно. Почему происходит так, непонятно. И насколько эти правители, они очень странные. Эти правители, очень странные обычно люди-правители. Вот сегодня мы как раз разберемся. Нам сегодня недельная глава МИКЭТС показывает, как Йосеф стал правителем. И мы на его примере, мы сейчас разберемся, а как, каким же образом люди становятся правителями, что за люди, как это все происходит. Вот у нас сегодня, прям конкретно, мы увидим в Торе, как Всевышний через Моисея, через Машера Бейну, сообщает нам технологию, как становится человек премьер-министром. Все, читаем. Прям не теряем время. Читаем. Значит, как становится человек премьер-министром. Как вы помните, Йосеф 12 лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в попытке изнасилования. Да? Представляете? Кстати, интересно, я сейчас вспомнил, что предыдущий, несколько президентов назад Украины, президентов, да, Янукович, он тоже сидел по обвинению в изнасиловании в тюрьме. Представляете, вот какая параллель, да? Лявдель. Удивительно. Значит, Йосефа обвинили в изнасиловании, он 12 лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению, и через 12 лет он выходит из тюрьмы, прямо его вытаскивает, чтобы он расшифровал сон фараону. И он расшифровывает сон фараону, он дает ему очень хороший совет, как надо поступать в период, когда 7 лет голода, потом 7 лет будет сытости. И он сказал, наоборот, 7 лет сытости, потом 7 лет голода, он сказал, в 7 лет сытости собирай зерно, а потом, значит, будет чем питаться. Расшифровал сон. И фараон ему сказал, говорит, все, значит, ты будешь главным. И вот мы дошли до этого момента, и сказал паро Йосефу, после того, как всесильный, он тебя сообщил тебе, все это, нету более сообразительного и мудрого, чем ты. Так сказал ему фараон. Тоже тут можно вдуматься, фараон знал, что есть всесильный. Он знал, что есть всесильный, но он не знал, что есть творец. Это разные вещи. Значит, всесильный это тот, кто управляет всеми силами, а творец это тот, кто сотворил все силы и который может продолжать сотворять. Вот это вот очень важная вещь, что когда мы говорим слово Бог, то мы подразумеваем творца, создателя мироздания, который управляет этим мирозданием через законы, которые он же сотворил. Теперь, значит, получается, что фараон говорит, раз всесильный, который управляет всеми силами, тебе сообщил, значит, нет более сообразительного и мудрого, чем ты. И теперь он сказал, ты будешь над моим домом, и по твоему рту будет двигаться весь мой народ. Только оставлю я трон над тобой. Значит, это многие цари, они прям любили вот этим образом управлять. Они ставили управляющего и сами продолжали царствовать. Что значит царствовать? Вот где здесь разница, да? Управлять и царствовать. Где разница между президентом и премьер-министром? Значит, царь или президент Носи, это человек, который, он как хозяин такой, да? Вот он хозяин, он может казнить, миловать и так далее. Премьер-министр это тот, кто управляет народом сельское хозяйство. Вот многие говорят, да, типа я бы был премьер-министром хороший. Это просто нереально. Армия, полиция, образование, медицина. Все вопросы на тебе, все на тебе, и ты должен этим всем управлять. У тебя эти министры, у министров замминистры, у замминистров замминистры. И вся вот эта пирамида, а ты сидишь на верхушке этой пирамиды, и всех с вопросами к тебе, и ты за все отвечаешь. Это пример министр. А что делает царь? Царь, он красиво на лошади ездит на парады, он встречается с другими царями. И главная задача царя, это чтобы его не скинули, быть царем. Главная задача царя, оставаться царем. И фараон, он когда увидел, что Юсеф такой грамотный, он ему говорит, ты будешь, значит, премьер-министром, а я буду, только на мне будет престол, я буду только царем. И сказал порой Юсефу, вот я тебе, говорит, дал всю землю Израиля, все перед тобой. Царь, он такой широкий, он такой, на тебе, говорит, весь Едипет, вся земля Едипта перед тобой. И снял фараон свой перстень с руки своей, и надел его на руку Юсефу. И надел его в одежды из тонкого льна, и возложил золотой, такой золотой цепь, да, ему на шею. Повесил ему цепь. Значит, что мы отсюда видим? Вот представьте ситуацию. 12 лет раб, Юсеф был раб, которого продали в Едипет. Значит, он был раб по едипетским законам. Он сидел в тюрьме, он был заключенный. Он сидел в тюрьме, да, и тут вдруг он становится премьер-министром. Мы видим, что да, такое бывает, вот такое вот бывает, что как это бывает, почему? Я помню, когда я уезжал из России в 2000 году, в 99-м году я уезжал, и когда назначили Путина. Был Ельцин, он был такой, как царь, да, Ельцин очень был похож на царя, такой прям, он мощный такой был, величественный. И, значит, вдруг назначают Путина премьер-министром. Молодой он был тогда подполковник, подполковник ФСБ. И вдруг он премьер-министр, потом бах, выборы, и он президент страны. И это так было быстро, так это все было неожиданно. Чеченская война, в общем, все было как-то неожиданно. Мы видим, что любой может стать премьер-министром. Любой человек на нашей памяти, вот сколько у нас было премьер-министров сейчас, например, в Украине, Зеленский, да, он когда-то был просто актером, простым маленьким актером. Потом он стал комиком, потом из комика он опять актером и комиком. А потом он стал премьер-министром, представляете? Или был Путин, был подполковник ФСБ, потом стал президентом, уже сколько лет он президент. Но здесь еще более яркое изменение. То есть человек, мы видим отсюда, что из самого низа, из ямы, из тюрьмы он становится премьер-министром. Значит, дальше, посадил он его на колесницу и перед ним, значит, взывали перед ним слово такое Аврех. Аврех это, значит, здесь есть два объяснения, что такое Аврех. Аврех это он был как отец, Ав это как отец, да, то есть он был для всех как отец. Аврех это нежный, то есть он был нежным возрастом, ему было тогда всего 30 лет, молодой парень. Но есть объяснение другое, что перед ним взывали Аврех это, Берех это колени, чтобы все перед ним падали ниц. Что когда Йосеф проезжал по Египту, то все перед ним падали ниц. Такой издал ниц так на землю. Раньше это было тоже, мы живем в такое время, мы не понимаем, что такое рабство. Значит, мы не понимаем, что такое рабство и как это может быть, что еще в 1850 году, там, в 861 году отменили крепостное право. Но еще всего лишь получается это 160 лет назад целыми деревнями людей продавали. И было в некоторых деревнях, у помещика было право первой брачной ночи, что женился какой-нибудь христианин на христианте, а помещик забирал эту христианку. Представляете, это вообще непонятно. До революции 1917 года евреи не могли жить в городах, люди второго сорта, вы не можете жить в городах, никак учиться, нет, никакого учиться вы не можете. Как это учиться вообще, это неправильно. То есть, было практически рабство женщины, а вы знаете, что женщины не могли участвовать в выборах? Нигде практически. Женщины, они так боролись за то, чтобы им дали, вообще просто, чтобы их за людей посчитали. Это было всего лишь 100 лет назад, их вообще за людей не считали. Это вообще удивительное время, да, мы живем, мы сейчас привыкли, уже такая свобода, все. В то время в Египте вообще было еще хуже. И вот, значит, и сказал фараон Юсефу, я фараон, и без тебя никто здесь не поднимет руку и не поднимет ногу во всей земле Израиля. Я помню, что Равицкак Зильбер, Зихронот Сихли Верхаун, объяснял, что он ему дал ведомство в управление, которое выдавало оружие и разрешение на коней. В то время же не было машин, были кони. И чтобы иметь коня, нужно было иметь специальное разрешение. Так он ему сказал, что в Египте без тебя никто коня не купит и никто не поднимет руку, никто не получит оружие. То есть он ему дал такое право распределять разрешение на оружие и средства эти, передвижения. И дал ему фараон имя, знаете, какое он дал ему имя? Он ему дал имя Цафнат Панех, что в переводе означает «толкующий тайное». Теперь мы понимаем, фараон на то время, он был магом, он знал мадию, колдовство и так далее. И почему он дал такую неограниченную власть Юсефу? Тут надо понять психологию фараона, психологию царя. Все цари, они больше всего боятся, что его убьют, его же приближенные. То есть это мы видим, возьмите любую царскую династию, в любой царской династии конкретно постоянно там дворцовые перевороты, сын убил папу, мама убила сына, брат убил сестру. Там все друг друга просто вырезали без остановки. И фараон увидел человека, который ни с кем не был связан. То есть он был этот Юсеф, он был раб, еврей, который был из тюрьмы. Он не принадлежал никакому египетскому клану, он не принадлежал никакой там партии власти. Он был просто вот такой вот умный, смышленый человек. И фараон, который знал мадию, он его проверил какими-то своими магическими вопросами. И значит Юсеф знал ответы на все вопросы. Говорят, что есть 70 таких праязыков. И фараон, те, которые обладают вот такой вот магией, они знают практически все языки, кроме святого языка, на котором запрограммированы самые большие тайны вселенной. Это тот язык, святой язык, на котором Всевышний создавал мир. 22 буквы еврейского алфавита. И фараон, он проверил Юсефа. Юсеф знал все языки, которые знал фараон. И знал этот язык, который фараон не знал. И вот тут фараон понял. Вот есть человек, который реально невероятного знания. Он не принадлежит никакой партии. И они каким-то образом с Юсефом договорились. Фараон его сделал премьер-министром, не боясь. И дал ему, какое имя в Торе написано? Цафнат Панех, толкующий тайны. Тот, кто знает тайны мироздания. Значит, и дал ему в дочь, в жены. Он дал ему в жены Аснат, дочку Патифера, Коина, своего первосвященника. Дал ему в жены. И, значит, выступил Юсеф над землей Мицраема. Все, Юсеф стал премьер-министром, главным в Египте. И было ему на то время, говорит Тора, в Юсеф бен Шлушимшана. Он был 30-летним. То есть, 30 лет, прекрасный возраст. Интересно, что 30 лет, прекрасный возраст. В Торе есть разделение, с какого возраста. То есть, по возрастам есть разные качества проявляются. В 30 лет, насколько я помню, проявляется у человека, значит, сила. То есть, Юсеф в 30 лет вошел в качество силы. Теперь в 40 лет человек входит в качество бина. Бина – это понимание. У него становится глубокое понимание. В 50 – в качество ЭЦА. ЭЦА – это давать советы. Вот я сейчас приближаюсь к тому, что я уже через два года смогу давать советы. Пока я уже в 48 лет, у меня чуть-чуть появилось понимание. И, значит, я, может, с задержкой в развитии, но я думаю, что у меня понимание появилось буквально в последнее время. А, значит, с 50 уже я смогу давать нормальные советы, хорошие. Да. Теперь, значит, 30 лет ему было, когда он стал. И, значит, дальше рассказывается, что 7 лет, действительно, как он предсказывал, было 7 лет сытости и было очень много съестного. Юсеф все это собирал. И в чем была его великая мудрость? Что он знал, как устраивать хранилище зерна. Это собрать зерно – это полдела. А как сохранить? И, значит, он собирал все съестное 7 лет. В специальное хранилище ему было открыто, что нужно туда было добавлять. Добавлять. И он накопил зерна очень много. И сегодняшний отрывок заканчивается тем, что у Юсефа родились два сына. Значит, первого сына назвал он Менаше. Менаше – это от слова «чтобы забыть». Менаше – это как бы «чтобы ибо дал забыть мне Бог всю мою тягость». И все в доме отца моего. То есть у него, смотрите, получается, у него очень была тяжелая, как сейчас говорят психологи, травмирующая прошлое. То есть представьте, какая травма у него была. Первая травма, что при родах его родного брата умирает его мама. Надо это помнить. Это для ребенка большая травма, когда мама умирает при родах брата, и он остается без мамы. Это реально он был… Это травма. Для любого человека это травма. Вторая травма, что его не любят его братья. Его братья просто ненавидели. Тора нам свидетельствует, что они сануто, ненавидели его, и ему это было очень больно. Теперь братья его хотели, ему было тогда 17 лет, они хотели его убить вообще, бросили его в яму, потом он был рабом. Когда он был рабом, потом его продают, продают его в рабство, потом из рабства на него нападает, нападает на него жена его хозяина, и его в тюрьму бросают. В тюрьме он сидит 12 лет, и вот тут он в 30 лет выходит, становится премьер-министром. И здесь тоже многие думают, вот это круто он стал премьер-министром. Как это прикольно быть премьер-министром. Я помню, у меня когда-то работал один очень хороший парень, который был гиперответственный. Да, он был очень умный и гиперответственный. Он просто, работая в маленькой компании, там 20-30 человек в компании работает, он был директором, он ночами не спал, он был реально ответственный. Он так нервничал, он просто болел из-за этого. Кстати, интересно, что Йосеф умер раньше, чем все его братья. Он умер в, есть в Талмуде такое выражение, что величие сокращает дни. Значит, у него 70 лет он работал премьер-министром, и он умер раньше, чем все остальные братья. Получается, что после тюрьмы он попал в другую тюрьму. В какую он тюрьму попал? Премьер-министр, это только кажется, что у него есть свобода. У него свободы нет вообще. Сверху на него давит царь, ему говорит, ну что, снизу на него давят все остальные, которые пытаются его обвинить во всех неприятностях, все, что плохо виноват премьер-министр. И все пишут царю доносы на премьер-министра. Теперь это постоянная война за власть, гиперответственность, то есть он не может вообще, у него нет ни дня свободного, да? Теперь, значит, еще у него вот это его давит прошлое. Давит прошлое, что меня никто, все меня бросили, все меня оставили, мама умерла, братья меня ненавидели, Всевышний меня тоже оставил, мог бы подумать Юсеф, да? Ну, и поэтому он назвал первого сына Минаше, и бодал, забыт мне Бог, что мне Бог позволил забыть весь мой труд тяжелый, и дом моего отца, что там было со мной. Он сбросил с себя эти травмирующие воспоминания и перестал париться хотя бы из-за прошлого. Есть очень много людей, которые всю жизнь, они парятся из-за прошлого и не могут никак отпустить это прошлое, и держатся за него, прошлое держится за них, и получается, что у них из настоящего, из будущего, прошлое забирает силы и забирает жизнь, да, жизненную энергию, жизненную силу, потому что человек страдает вчерашними страданиями. Вот он говорит, все, вот у меня сын родился, назову его Минаше, потому что Бог не дал наконец-то забыть все, что было до этого момента, все, теперь я премьер-министр, начинается новый этап в моей жизни. Теперь второго в Эдшема Шени, Кара, Эфраем, а второго он сына назвал Эфраем, значит, Эфраем это переводится имя плоды, да, при, это как плод, Эфраем это как я размножусь, плодовитым сделал меня Бог, берет они, в земле бедствия моего. Вот тут нам дает очень красивое объяснение любая чистая рэба. Он говорит, что когда находится человек в изгнании, то у него есть две, две у него есть проблемы. Первая у него есть проблема, это что делать с прошлым, да, то есть вот, например, или мне жить, как жили мои отцы, но они жили там, то есть его постоянно подмывает, его прошлое, оно ему, то есть он находится в настоящем, в другой ситуации, чем он вырос. Это называется изгнание. У тебя было одно, сейчас у тебя другое, ты в изгнании. Теперь первая твоя задача, это каким-то образом в голове, все же в голове происходит, каким-то образом, сейчас я не могу подобрать слово, договориться, но не договориться, каким-то образом со своим прошлым сделать мир, да, то есть, чтобы прошлое тебе не мешало. Это первая задача. Чтобы оно не мешало, чтобы оно помогало, в общем, не мешало, главное не мешало. Вторая задача, вторая задача, это, а что делать дальше? Или мне действовать активно, или мне стараться вернуться в прошлое, или мне сидеть ждать. Вот здесь Иосиф именами сыновей он дал себе указание. Он говорит, все, забудь, что было раньше, и действуй много, сильно действуй в настоящем, действуй в настоящем. И он, значит, очень много действовал. И интересно, что в еврейских семьях каждый шаббат отцы благословляют сыновей. И сыновей и дочек благословляют каждую пятницу вечером. Я начну с дочек. Дочек благословляют так, чтобы сделал тебя Бог, как Сара, жена Авраама, Ривка, жена Эцкака, Рахель, жена Якова, Велея, вторая жена Якова. То есть дочек благословляют, чтобы Бог тебя сделал, как праматери еврейского народа, Сара, Ривка, Рахель, Велея. И дальше идет благословение коинов. Ивареха, Ашем, Вейшмиреха, чтобы Бог тебя благословил и сохранил тебя. То есть можно в Сидуре посмотреть благословения, которым благословляли священники в храме. Так благословляют дочек. Теперь, как благословляют сыновей? Можно было бы подумать, что сыновей надо благословлять, чтобы Бог тебя сделал, как Авраам, Ицкак, значит, и Яков. Но нет. Уже на протяжении, получается, почти четырех тысяч лет еврейские папы благословляют еврейских сыновей словами. Ясимка, Илухим, чтобы сделал тебя Бог. Кейфраем, Векаминаше, как Эфраем, второй сын Юсефа, и как Минаше, первый сын Юсефа. А почему? И дальше идет тоже благословение священников в храме. Ивареха, Ашем, Вейшмиреха, Бог тебя пусть благословит и сохранит тебя. Ну и так далее. Значит, почему именно идет благословение, не как про отцы, не как дочек благословляют, как про матери, а именно, чтобы Бог тебя сделал, как Эфраема и как Минаше. Я об этом вам расскажу завтра. Сегодня уже время закончилось. Завтра я вам расскажу, почему же благословляют уже четыре тысячи лет всех еврейских мальчиков, чтобы они были именно как Эфраем и как Минаше. И почему Эфраем на первом месте? Мы же здесь видим, что Эфраем это был второй сын. Старший сын был Минаше. Все, значит, до завтра. Всем удачи, хорошего дня. И помните, любой человек в вашем окружении может стать премьер-министром. Любой, включая вас. Значит, и поэтому, как мы в Перте вот учили, чтобы не было у тебя никакой человек легким в твоих глазах, со всеми надо вести себя вежливо, хорошо и по-доброму. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok